Я Агулов Александр Тимофеевич, президент профессиональной ассоциации висцеральных практик, руководитель учебно-оздоровительного центра, где занимается чисто практическими работами на животе. Вот так сложилось, что совершенно случайно я встретил человека, о котором я много слышал, много раз его смотрел в интернете, он мне нравится. И вот так сложилось, что нас судьба пересекла. Проблема здоровья, она всегда стоит как бы на первом месте, но ведь здоровье зависит и от социального отношения между нашими людьми, родственниками, друзьями в социальном. Ну и вообще эта тема здоровья, она настолько широка, и вот, наконец, я нашел одного из таких вот приверженцев вот этой технологии здоровья, это Ефимов Виктор Алексеевич. Я попрошу его, чтобы он рассказал немножко о себе, потому что, возможно, кто-то из вас не слышал, не знает, не смотрели его выступления, но я думаю, что вы, по крайней мере, не разочаруетесь в этой встрече нашей. Спасибо большое, Александр Тимофеевич. Я думаю, что для зрителей моего канала встреча с вами – это, конечно, очень серьезное событие. Ну а для ваших зрителей я тогда кратенько представлюсь. Ефимов Виктор Алексеевич, я, в общем-то, прошел такой жизненный путь непростой, как это говорят, огонь, вода и медные трубы, все у меня было. Я работал вторым человеком в городе Санкт-Петербурге когда-то, там, секретарем Ленинградского горкома, 10 лет отработал ректором университета, образованием, первое – это физик, потом уже доктор экономических наук и политолог. В общем, так получилось, что я в большей степени не к специалистам себя отношусь, а к тем людям, кто занимается жизнеречением и попыткой разобраться в жизни в целом. А каждая из наук мне нужна ровно настолько, чтобы понять вот эту целостность. И я не скрою, что основной проблемой вообще считаю проблемы управления, в том числе управления здоровьем и управления, прежде всего, каждым из нас самим собою. И вот этот девиз Ленина о том, что каждая кухарка должна учиться управлять государством, я отношу впрямую к нашим сегодняшним делам. Вот так я вам скажу во вступлении. Ну, а если говорить, может быть, о том моем кредо жизненном, которое я представляю сегодня, это же, конечно, попытаться понять, почему в нашей стране могучей во всех отношениях и своими глубинными традициями, и удивительным народом, и несметными природными богатствами, и это можно перешлить бесконечно, вот постоянно какие-то проблемы складываются, неувязки, революции, там, так сказать, вольно-невольно хочется понять первоистоки всех этих проблем. Так вот я сегодня отнес бы это насчет как раз отсутствия управленческой грамотности общей. И эта тема, она характерна для любой сферы деятельности нашего общества. Вот, к счастью, мне довелось еще в 90-е годы столкнуться с очень серьезной системой знаний, которая была разработана под руководством академика Зубова Владимира Ивановича. Это слепой, с 14 лет академик, который, в общем-то, состоялся, тем не менее, как выдающийся математик. Он возглавлял факультет, в конечном счете, прикладной математики и процессов управления Санкт-Петербургского университета. Он был доктором математических наук и, в общем-то, академиком. А в годы Советского Союза это серьезно все воспринималось. Так вот, он в свое время только в таком особом мозгу человека, который был слепым, и он, наверное, иначе представлял жизнь. Но только в его мозгу могла возникнуть идея формирования такой теории управления, которая в равной мере подходила бы под любой известный человеческий процесс. Будь то химическая реакция или полет космического корабля, или управление государством, или управление собой, или управление медициной. Вот как? Ему такая идея пришла в голову. А вы знаете, поставить вопрос, это значит уже на 80% ответить на него. И вот была разработана такая универсальная теория управления, которая в равной мере подходит под любую проблему. И если посмотреть на медицину, поскольку мы с вами вот в вашем центре встретились, то, конечно же, прикладной аспект здесь прежде всего медицина, то на примере медицины как раз те вопросы, которые поставлены на уровне Зубова, они становятся просто очевидными. Дело в том, что управление такое самостоятельное, суверенное, которое продвигается сегодня нашим президентом в нашей стране, оно возможно только по полной функции. Только по полной функции. А полная функция содержит 7 этапов. И там вопросы структурного управления, под которыми и понимается, как правило, процесс управления сегодня. Большинство понимают, что такое управление. Ну, есть структура, вот ею надо управлять. А до того, как создана структура, прошли 4 важнейших этапа. Структура создается только на пятом этапе. Это выявление фактора среды, который вам мешает жить. Распознавание этого фактора на будущее. Формирование вектора цели в отношении этого фактора. Формирование концепции достижения цели. И только потом создание структуры, которая отвечает этим целям. А у нас ведь как выстроено управление? Это и наш президент частенько говорит, что в 90-м году сотрудники Центрального разведывательного управления ставили систему управления нашей государственностью. Они сидели везде, во всех подразделениях. И цели они ставили. И они затачивали все будущие структуры на что? На получение прибыли. То есть так заложен механизм, что главное – прибыль. И вот давайте посмотрим, во что это вылилось на примере медицины. Нелепо предъявлять какие-то претензии врачам, медицинским работникам, руководителям медицинских учреждений. Проблема в том, что сам управленческий механизм ложный. На что он ориентирован? А как и вся наша страна – на получение прибыли. Но как медицина может получать прибыль? Вот возьмем мы сегодня любое медицинское учреждение. Какие факторы давят на психику директора? Ну, ему нужно отремонтировать, прежде всего, помещение, чтобы крыша не текла, чтобы оборудование он приобрел. Нужно, чтобы зарплата вовремя выплачивалась. И есть ли хотя бы один крючок, который бы вел его к здоровью людей? Я там такого не вижу. То есть, он на основе клятвы Гиппократа в душе, конечно, в общем, каждый человек, надо так понимать, хотел бы здоровья, но с точки зрения самого механизма функционирования медицинского учреждения, чем больше больных, тем выгоднее медицинскому учреждению. И вот здесь во многом и кроются истоки всех наших проблем. И не только в сфере медицины, но и во всех остальных вопросах. Поэтому я, конечно, удивляюсь, как вам удалось, я знаю, что уже в 90-е годы вы там активно продвигали именно идеи здоровья, да? Не просто зарабатывание денег, а здоровья. Как вам удалось эти идеи продвигать? Самая главная задача, которая была перед нами поставлена. Да, вот поэтому я хотел бы тоже обратиться к истокам. Как у вас появилась идея, что не нужно идти в фарватере традиционной медицины, а нужно искать свой подход, вот как это зародилось и потом как воплощалось? Это, наверное, сначала как бы так произошло в судьбе. Судьба подставила человека, который выжил благодаря вот этой теме. То есть он поддавливал, или ему поддавливали живот, и он выжил. И он на мне решил показать. Когда я попробовал на себе то, что он сделал, то у меня тогда в то время была травма бедра. И представьте, что эта травма, она перестала болеть. Вот это меня больше всего удивило. Ну вот, а потом к тому же у меня начала болеть мать, и я постарался как-то ей облегчать. И получалось так, что работая с животом, я получал интересные результаты. То есть у матери после химии и терапии были разные боли в области низа живота, печень была увеличенная. Я начинал работать, поддавливая. Я наблюдал то, что у нее что-то приходило в норму. Ну, конечно, онкопроцесс как шел, так вот. Но он не давал таких вот болевых ощущений. Вот с этого началось. И даже, наверное, ради этого я пошел в институт для того, чтобы побольше узнать. А везде, где я начинал говорить о животе, все меня отталкивали. Да ты что, в живот. Тут хирург просто так не трогает живот. Вот это плохо, что он просто так не трогает. А трогает только тогда, когда уже там что-то произошло. И в конце концов человек оперирует. Ну и вот, и по мере того, как я закончил институт, но многие вопросы... А в каком году вы закончили? Ой, это надо долго вспоминать. Где-то уже после 80-х. Ага, вот так, да? То есть вы изначально этой практикой занимались, и в параллельно? Да, я начал пробовать. И, естественно, пробы не всегда давали положительные моменты, были отрицательные. У кого-то усиление, у кого-то начиналось расстройство живота, у кого-то, наоборот, запоры. Ну и вот. И я тут понимал, что здесь система. И в конце концов, тогда уже в начало 90-х годов, это, наверное, 88-й год, мне военные предложили, так сказать. А предложили, ну, наверное, сейчас, если я назову фамилию, ничего страшного не будет, но жалко, что этот человек, конечно, уже умер, но Волченко, Владимир Никитич. Конечно, он был тем человеком, который меня свел, ввел в эту структуру, и мы начали работать на инструкции для спецподразделений, работающих в экстремальных условиях. А там одна особенность. Конечно, я был не один в этой группе, но у меня опыт был уже, опыт, чуть не десятилетней давности, вот, представьте, с 75-го года это все начиналось. Ну и вот. И, конечно, вот этот опыт, он позволил все-таки написать эту инструкцию, а для того, чтобы написать ее как-то и перепроверять, мы периодически там направлялись, договаривались, ну, люди, другие договаривались по поводу того, чтобы я посидел на приеме, где по скорой помощи посмотрел живот, ага, в каком случае, ага, вот при аппендиците, что у человека, кроме аппендицита? Хирург смотрит аппендицит, пробу делает, там, надавил на кишку, ага, болезненная при отнятии руки, боль усиливается, ага, листок высокий, оперируем. А я смотрю, а что здесь еще болит? Смотрю, печень увеличенная, луковица напряженная, болезненная. Ну и вот. И иногда было такое, когда вопрос будет, не будет, мы просто эту кишку, я взял, продавил кишку, и вдруг боль исчезла, напряжение исчезло. Другой хирург, который уже готовился к операции, подошел, потрогал, а там ничего не болит. А пациент взял, скачал и убежал. Говорит, у меня все хорошо. И тогда вот появились первые взгляды на то, что аппендицит появляется только тогда, когда создалось условие вот там. То есть вас интересовали первопричины? Да, причины. А потом еще такой момент, мне приходилось работать со спортсменами, потому что образование-то спортивное, институт спортивный. Ну и вот. И, естественно, спортсмен выбегает на поле, и вдруг у него заболело колено. Не может наступить. Я тут же к нему с сумочкой бегу, кладу его на спину, руку в живот, и там происходит извержение желчи. А как только она изверглась, он подвигал ногой, не болит. Встал, побежал. И вот это вот меня все поражало. Как так? А где это написано? Где это, что оказывается, вот внутренние органы, если их продавить, то перестает травмироваться. И если, предположим, до меня в команде так сложилось, что половина команды к концу сезона некому играть, больше половины травмированных. Это приводящие мышцы бедра, это колени, это голеностопы. А тут практически весь год прошел игровой две травмы. И то лобовое столкновение нога в ногу. Тут же кость о кость, никуда не денешься. Ну вот. И вот это все, конечно, развело вот такой мощный интерес. Потом я, значит, под влиянием всего этого, еще, наверное, 85-86 год, в своем родном Дзержинске я организовал медицинский центр. Ну, в то время только-только начали организовываться. Поликлиника к этому времени уже была почему-то пустая, народ не идет. Он то ли разочаровался, то ли начинали образовываться вот такие вот, типа, наверное, ООО. Ну вот, и мы организовали. И к нам пошел народ. Потому что взгляд с других позиций. Болит шея, размяли живот, она перестала болеть. Болит плечо, помяли печеночку, плечо перестало болеть. И ведь и сейчас с циррозом, когда приходят, человек не чувствует, что у него цирроз. У него просто болит правое плечо. Или закономерности. Мышца оторвалась. Предположим, человек резко там схватился за что-то, и мышца оторвалась. Но она оторвалась тогда, когда человек готовый к этому отрыву. То есть, потом уже занимаясь непосредственно в институте, нам объяснили, что существует вязкость мышц. И вот эта вязкость как раз она и сработала. То есть, человек вроде крепенький, сильный, красивый рельеф на мышцах. Но схватила, и она оторвалась. Вязкость мышц изменилась. Главное, Александр Тимович, я вот в беседе уже с вашими сотрудниками понял, что, наверное, еще секрет в том, что вы так достаточно активно дистанцировались от европейской медицинской традиции, которая рассматривает человека просто как тело. Есть тело, вот его надо лечить. Поставлены задачи. Это непросто. Да, потому что военные, и они меня пригласили. Почему? Чтобы я был немножко далек от медицины, не зная таблетки, ничего. И вот руками, чтобы решали эти задачи. И проводили ряд экспериментов, опытов. А, в общем-то, исследования проводили на курсантах военных училищ. Там три группы. Одна группа подготовленная. Они переходят через перевал, выполняя боевую задачу. И если эти поддавливали, то они делали большой отрыв, потому что легче все это дело переносится. И вот тогда еще, чтобы солдат мог понимать, что нужно первое, начали рисовать схемки. Примерно вот начинаешь отсюда, потом туда, потом вот сюда, потом туда, туда, туда. Потому что он не знает ни анатомии, ничего. Только объясняешь, что вот здесь с этой стороны справа печень, слева может быть селезенка, а желудок находится вот здесь, а мочевой пузырь, ну он уже знает, где мочевой пузырь. И вот этих знаний, чтобы хватало. И вот на фоне вот этого знания мы вдруг увидели, я увидел систему. То есть каждый, если начинается какая-то проблема, а чаще всего она связана с нашим психическим состоянием, когда луковица 12-перстной кишки напрягается, и эта луковица, вот это напряжение, оно сдавило, и нет оттока желчи. И первое начинает страдать желчный пузырь, потом начинает печень, потом начинает поджелудочный, и это, похоже, напоминает эстафету. Эстафету, когда спортсмен один передает палочку другому, но в отличие от спортсменов, он передал и продолжает бежать. То есть усталостный фон на нем накапливается. А что в моем понимании усталостный фон? Это нарушение микроциркуляции кровоснабжения в данном органе или околоорганном пространстве. И вот получается, что здесь тоже математическая модель. Для любого человека, прежде чем что-то говорить, я просматриваю определенные зоны, которые имеют отношение к печени, желчи, поджелудочные, селезенка, почки. А если почка, значит проблема сердца. Если правая почка, проблема легкого. Если левая – это проблема сердца. Конечно, это не говорит о том, что напрямую удаляется. Нет, ведь регуляторные функции сердца, они заложены и в аорте, они заложены во многих сосудах, на шее. Но основную роль в этом плане играет почка, так же, как с дыханием. И, извините, если кислород не усваивается, если функция почки правой снижается, количество углекислого газа в крови тоже снижается. И даже ты дышишь кислородным баллоном, а человек начинает погибать от кислорода недостаточно. Ткани не получают. И тогда другие процессы идут в органах. И вот когда вот это вот увидели, то здесь начала строиться другая схема, другое отношение. И вот, говоря про протрузию, которая в шейном отделе, в спине, извините, но ведь что вызывает протрузия? Напряженная скелетная мышца. А почему она напряглась? А потому что орган имеет, вот этот орган имеет отношение. И вот если взять почки, то на теле столько представительных зон, в том числе и кожа человека, это тоже представительная зона почек. Ну и вот, и здесь как бы и целое, и, понимаете, оно мне несколько напоминает то, о чем вы говорите. Только вы говорите в социальном, а я рассматриваю. И мне, конечно, интересно, чтобы вот наши специалисты или те, кто нас слушает, связали вот то, что здесь происходит, обязательно с тем, что их окружает. Это и еда, это и питье, это и поведение. Это вот пальцев, наверное, не хватит. Духовная пища прежде всего тоже. Я понимаю, что вот общаясь с вашими сотрудниками, что именно тот факт, что вы смотрите на человека, как вот и на моем онлайн-курсе, это единство тела, духа и души. Вот вы точно так же видите все эти аспекты. И плюс, конечно, вот факт интегративной медицины, он в ваших делах, наверное, наиболее ярко представлен. Но вот мне, честно говоря, вот интересен такой вопрос, вы-то можете как-то это объяснить? Как построена вообще система образования наша, что мы знаем все, кроме вот того, что у нас вот здесь? Вот я скажу и по себе. Я ведь совсем недавно вот так мне немножко, тоже ваши ученики, кстати, рассказали. А где там запустить вот желчевыводящие пути, сфинктероди, а где там сигмовидная кишочка, а где там? Это же нигде. Как можно вообще? Вот ребенок приходит в школу, не с этого ли надо начать? Вот почему так происходит? И здесь еще одна интересная ситуация. Когда человек начинает интересоваться собой, узнает, где печень, где почка, где мочевое и где простата, он начинает, ага, о них что-то читать. Но везде, видите, отрывочное. Здесь вот про простату хорошо написано. И если начинается лечение пристательной железы, там, ну, в мужском варианте. Отдельная тема. А ведь никто не трогает тазовое дно. Сосуды, которые подходят непосредственно. Но ведь это же сосуды, это самое главное. И получается, что здесь вот офтальмолог рассматривает глаз, но он не смотрит, чем, как управляется кровоснабжение глаза, чем управляется. Так же, как стоматолог. Он же не говорит о том, что если шею привести в порядок, что нигде вот на шее вот с такой позиции не было, не должно быть напряженной ткани, то тогда зубы-то лучше кровоснабжаются. Они дольше существуют, долго стоят. Десны не воспаляются. Костная ткань меняется. Опять, к сожалению, выходим на сам механизм. Опять же, ну, вы можете себе представить стоматологов, которые хотели бы, чтобы ни у кого не болели зубы. Ну, как-то, ну, не вяжется вот с восстановкой задачи сегодня. Я думаю, что это со временем должно измениться. И, может быть, стоматолог будет получать тоже зарплату не за то, что, а за то, что люди не страдают. За ним закрепленные люди, вот в течение 10 лет у них ни у кого зубы не заболели. Поэтому мы мечтаем. Ну, вот, видите, нам надо сегодня все-таки... Человечество действительно вошло в такую фазу, когда перемены неизбежны. И они неизбежны как в глобальной политике, как, так сказать, вот в отдельных отраслевых науках, так и в медицине. Но мне кажется, что сегодня вот важно как-то эти темы ставить, в том числе и профессиональным работникам. Они же, большинство из них заточены, естественно, на добро, на любовь к людям, на доброе отношение к людям. Но механизм не позволяет реализовать эти настроения, что называется. Ну, так, значит, нам надо ставить эти вопросы. Вот сейчас я близко знаком с платформой «Стратегия-2024». Там сегодня каждый может выступить с инициативой. И там информация и по всей стране, и по каждому региону. То есть механизмы сегодня вырабатываются, которые приводили бы в конечном счете к формированию, если угодно, коллективного вектора целей. То есть к тому, от чего народу-то нужно. Потому что у нас вот есть структуры, мы ими управляем. А что там на выходе? А на выходе прибыль. А потом эта прибыль снимается через кредитно-финансовую систему мировую. В пользу вот тех стран, которые запускали нам эти механизмы. И нас иногда разводят, понимаете, как это нынче говорят, ну, слишком задешево. То есть там ничего сложного-то нет. Вот мы в технологических вопросах и в медицине глубоко проникаем там в тончайшие вещи. Но мы не понимаем, что сам механизм управления порочен. Что мы чем более эффективно работаем, тем больше средств уйдет, значит, тем, кто сконструировал нам эту систему управления. Вот мне из разных сфер, вот только буквально сегодня мне пришла информация по налоговой системе, где очень аргументированно, убедительно показывается, что налоговая система наша заточена на интересы не нашей страны, а на интересы наших конкурентов. Потому что, скажем, налог на добавленную стоимость, что означает? А ты не перерабатывай. Как только начнешь что-то перерабатывать, так у тебя налог появится. И по всем налогам, если пройтись, они заточены на то, чтобы страна работала на дядю. Вот, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы и вот те умнейшие люди, которые на вашем канале представлены, они, в общем-то, понимали, как-то каждый из нас чувствовал и толику своей ответственности за перемены в стране. Потому что чаще всего мы ссылаемся на начальство, оно там, да нет, все начинать надо с себя. И надо начинать с управления собою. Я почему вот даже курс, когда запускал, мне хотелось вот эту идею продвинуть. Поэтому я его и назвал так, онлайн-школу управления собой, страной, цивилизацией. Я хочу показать, что если мы научимся управлять собой, вот в полном смысле этого слова, понимать, чего я хочу-то, тогда у нас, возможно, уйдут на задний план вопросы курения, вопросы алкоголя. Потому что, ну, это целенаправленное разрушение своего организма и за свой счет, и своими же руками. Вот мне, например, непонятно, ну, в моем окружении нет человека, кто бы в течение жизни там сделал глоток алкоголя, табака, ну, в моем близком окружении. И мне непонятно, как можно за свои же собственные деньги и себя же и травить. А это как раз вопрос управления. Человек как-то вот, некие стереотипы запущены, и каждый живет так, потому что вот так принято. Ну, так, а мы говорим, что разные типы строя психики возможны. А можно жить, конечно, вот как зомби-биоробот, когда тебе просто что говорят, то ты и делаешь. Можно демонизм проявлять, а я хочу вот так. А можно жить по-божески. А по-божески это что такое? Это прежде всего не причинять вреда себе. Человек – это творение Божие. И если ты причиняешь вред себе, то, ну, извините, это богоборчество в некотором смысле. Потому что как? Это творение Божие высшего разряда. И ты ему, то есть себе, да, как творению Божьему, причиняешь вред. Но это же безбожие. И вот когда мы выходим на такие мировоззренческие вопросы на нашем курсе, то я просто удивляюсь, как люди меняются. Вот люди, столкнувшиеся с нашей информацией, это уже совершенно другие люди. Ну, нелепо как бы владеть вот нашей информацией, ту, которую на курсе мы даем вообще вот в нашем информационном пространстве. У меня тоже на Ютубе там сегодня порядка 215 тысяч подписчиков. Это же очень разумные люди. И таких людей становится все больше. А ведь в 90-е годы мы с чего начинали? Ну, был десяток человек, которые решили для себя заняться вопросом саморазвития. 10 человек, ну, даже меньше было, на машинке напечатанной, 5 экземпляров печатали для себя, для своих близких, для семьи. И даже не думали ни о чем. Нам казалось, что, ну, как, всем не объяснишь, ну, для себя хотя бы разобраться. И вот тогда начала формироваться такая информация, которая раньше, в общем-то, относилась в разряд, если угодно, жреческой информации. А жречество – это что? Это жизнеречение. То есть, еще раз говорю, это люди, которые просто интересуются всем, ну, прежде всего, жизнью в целом. Потом, значит, через некоторое время вдруг появились компьютеры. Из единиц сформировались уже десятки, потом сотни людей, кто этим заинтересовался, потом тысячи. Так, идет логарифмическая шкала. Вот если посмотреть, еще раз говорю, с 90-х годов, когда были единицы, то сейчас уже только на моем канале за 200 тысяч. А что теперь дальше остается? А дальше остается еще один шаг. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. А следующий шаг. Если каждый из тех, кто понимает вот эту информацию исходную, жреческого уровня, и если он 10 человек найдет, кому он эту информацию передаст, то из сотен тысяч мы перейдем к миллионам. А миллионы – это запуск так называемого режима автосинхронизации. Потому что для любых биологических систем, что характерно? Ну, иногда это говорят «стайный эффект». То есть вот, если табун лошадей и 10% побежало куда-то, то весь табун улетит, хоть в пропасть, хоть в костер. Если вы в театре подсадку сделали, и нужно раскрутить какую-то балерину особую, то вы посадили 5-10% людей, которые как-то зааплодируют. И весь зал будет аплодировать. И вот точно так же осуществляется глобальное управление и на уровне человечества в целом. Вбрасывается некоторая информация. Это все человечество представляет некую суперсистему. А на основе этой информации начинают формироваться какие-то структуры. Структуры же не сами по себе возникают. Они возникают за счет той информации, которая выбрасывается в общество. Так осуществляется управление. И вот если мы сегодня дадим информацию через ваш канал, через мой канал, информацию вот такого уровня мировоззренческой грамотности, мировоззренческой зрелости, то мы можем изменить наше общество через именно режим автосинхронизации. Очень важны перемены эволюционные. Мы категорически против каких-то больших перемен. Нет, нужно изменить человека просто. Вот человек изменится, изменится система. А мы часто машем на виноватых где-то наверху, а сами-то не хотели бы меняться. Ведь понятно, что люди о здоровье пекутся. Но если они алкоголь, табак, обжорство не воспринимают как факторы, которые как раз и подрубают их здоровье, ну так мы никогда не придем к успеху. Поэтому я очень надеюсь на вашу просвещенную аудиторию, на моих слушателей, которые услышат. И вот я вам благодарен. Но хотел бы, конечно, от вас, может быть, пользуясь случаем, получить такие конкретные, насущные, практические советы уже сегодняшнего дня. У вас же, я вижу, как идет мощное развитие вашей линии. И, кстати, вот несколько слов о центре, в котором мы находимся. Я, конечно, удивился масштабом, потому что я знаю, как вы начинали, непросто. А сегодня это мощнейший центр с оборудованием. Вот несколько слов, может быть, и о том, что представляет собой Агулов центр сегодня. И, может быть, о тех изюминках, которыми вы можете поделиться в части сохранения здоровья для моих слушателей. Да дело в том, что, видите, мы как бы занимаемся и обучением, подготовкой специалистов. У нас экзамены, у нас государственная как бы программа. Но идет как ППК, Покуртет повышения квалификации. Идет переспециализация. И, в общем-то, люди обучаются работать с внутренними, со своими органами, а потом уже с органами другого человека. Ну и тут же есть рабочие группы, где уже специалисты, которые выполняют все эти технические действия, облегчают состояние или вообще решают проблемы. Но я не говорю, что там мы беремся за все. Нет, конечно, есть и противопоказания, и обязательно показания. Но и противопоказания значительно меньше. Вот от нашей терапии, от нашей работы. Ну, по крайней мере, нарицаний в наш адрес мало. Но есть отдельные, потому что мир так устроен. А масштабы центра у вас, я знаю, что как-то и по стране у вас... По стране в основном работают специалисты, которые у нас прошли обучение. Ага, ваша школа. И даже был такой интересный момент, когда в 96-м году Российско-Американский деловой совет, они посмотрели, что работа какая, классная, народ идет, идет, идет. Ну вот, они сразу перенести на себя и предложили нам организовать медицинский центр в Калифорнии, в Беверли-Хиллз. И вот мы там где-то месяц-полтора пробыли, но, к сожалению, перешагнуть административные какие-то ресурсы не смогли. Но, тем не менее, мы посмотрели уровень и медицины. Я там выступал в университетах. И, естественно, когда американцы говорили, у вас такая медицина, нам бы такую. Потому что они видели результат. Берешь студента, разные длины ног, живот привел в порядок, ноги выровнялись. Или перекос таза. Женщина молодая, ей нужно рожать. Она ходит на остеопатические какие-то мероприятия, ей там ровняют. Проходит 2-3 дня, опять складки появляются. А тут размяли, сняли напряжение с живота, и организм сам выстраивает. Ведь это целостная система. Это все везде рычаги, равновесие. И вот это равновесие, когда настраивается... Перевести в режим самоуправления. Да, самоуправление. И вот как раз на этой почве, естественно, когда ректор сначала нас встречает чуть не в объятиях, а потом крестится, когда мы уедем, потому что студенты хотят, хотят вот эту тему. А он говорит, извините, мы не можем, так сказать, вот эту ситуацию сейчас разрешить, приезжайте через 5 лет. Потому что у них 5-летний план. И они не имеют права ничего изменить. Но у них имидж, собственно, падает, да, на вашем фоне. То, что меня больше всего удивило, и вообще, то, что я там увидел, я увидел не амортов. То есть, человек, который травмировал, предположим, он отписал государству свое тело, получил за это деньги, и когда авария произошла, и с головой что-то произошло, и человек как бы умер, то они это тело оживляют, и на этом теле хирурги тренируются, делают операции разные. Пересадку почек, пересадку сердца. Или, если донор подходящий, то есть, вот этот неаморт лежит, то его можно рядом положить, поставить другой стол, и почки тут же перенести. Ведь тело-то живое. Или, скажем так, препараты, где лежат трупы, но у трупов вот такая вот все мягкое, эластичное, подвижное, и там, прежде чем вынести труп студентам, медикам, то у них сначала подготовка годовая, и если даже студент порежется, не дай бог, трупный яд, его уже там нет, там нейтрализованы. То есть, там такая вот подготовка, аудитория, это все классно. Ну вот. И в то же время университет, который занимается только проблемами спины, они ничего не знают про живот. Вот это удивительно. И ведь это не только в Америке, в разных вариантах. И там уже штат Денвера, или в районе Денвера, там тоже был университет, и там решили организовать ассоциацию. Ну и, в общем-то, они хотели, чтобы я там же там поучаствовал. Ну, долго они высматривали, я там даже поработал, где-то недели две, показывая, со студентами заключали договора, они приходили, и я там таких отзывов насобирал, что, ну и женщина, преподаватель пришла, говорит, у меня боли, я столько времени мучаюсь со спиной. Одна процедура, и все кончилось. Она говорит, это, надо же, это у русских такая технология. Да, технология. Но, к сожалению, надо такую. Да, тем не менее. А ты понимаешь, что это самозачатки. Да, это не у русских, это у вас лично. И поэтому, когда я приехал, у меня поставлена перед собой задача была организовать ассоциацию, организовать ассоциацию, где бы мы могли и контролировать своих специалистов, их качество подготовки, чтобы они не навредили, и чтобы немножко поддержали наше население. Ну и вот. Сейчас мы вот говорим о импортозамещении там в разных сферах, и мне кажется, как раз медицина, та сфера, где назрели вот эти проблемы импортозамещения, что называется, потому что вот эта медицинская традиция, евроамериканская, она, конечно, очень глубоко проникла в нашу медицину, она заточена вовсе не на ту конечную цель, которую хотелось бы иметь в нашей стране, и мне кажется, что здесь очень хочется верить в реальное переформатирование этой сферы жизнедеятельности наше общество. Я удивился, вот вы сказали, что ваши ученики, вот вчера у меня была встреча с вольным казачеством, вот, они тоже считают себя вашими учениками, но у них как раз технология оздоровления, та, о которой вы говорили, вот говоря о военных, ведь что такое казачество? Они вот в поле живут, как бы, так сказать, им не до каких-то там исследований, они должны чувствовать свое тело и управлять им реально, поэтому вот они очень плотно опираются на все ваши разработки и считают себя своими учениками, и надо сказать, что достигают колоссальных результатов. Вот я, опираясь на это, хотел бы сегодня вот вам предложить, по крайней мере, подумать вместе. Я, как член экспертного совета высокого уровня БРИКС, сейчас вот есть у меня такая идея сформировать ассоциацию здоровья-сбережения БРИКС, не медицинскую ассоциацию, это совершенно противоположная, как бы, позиция, а ассоциацию здоровья-сбережения, где все пряники и все стимулы шли бы и исключительно, и только от здоровья. Вот если здоровье есть, то человек должен получать хорошие деньги за это, если он здоровье обеспечивает. Но не за то... А, конечно, медицина, она важна и нужна, но это просто другая сфера деятельности. Если человек себя не бережет, и он считает, что дядя лучше разберется, чем он сам, ну, это уже выбор конкретного человека. А масса людей есть, которые просто хотели бы, в принципе, не болеть. И за поддержание своего здоровья они готовы платить, и платить не меньше, чем те, которые хотят вылечиться. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, что такая ассоциация, если вы эту идею поддержите, может быть, мы в рабочем порядке уже подумали бы, как она должна выглядеть, какие цели перед собой ставить, как привлечь те традиции, которые есть сегодня у стран БРИКС, это и Индия, и Китай, и другие страны, и как нам опереться на те глубинные народные медицинские традиции, которые, в общем-то, утрачиваются. Вот как ваш взгляд? Ведь еще даже интересно, когда я был в Китае, и там институт традиционной медицины. Ну, и так сложилось, что мы, как бы, я сначала был очень недоволен, я увидел, как они немножко неправильно себя ведут, то есть разводят европейцев. Ну, естественно, я возник, а потом ко мне подошли люди и говорят, а вы кто вообще? Ну, он назвался, я говорю, вы знаете, я еще представляю ассоциацию, я, конечно, могу послушать пульс, и я вашему, так сказать, специалисту померил, у него у самого проблема. Ну да, он... Вот яркий рисунок на подбородке, он мне рассказывает, а я ему говорю, а давай-ка приляг. И когда руку в живот, он меня подпрыгнул, потому что там все болит, там одеревеневшую. Ну вот, плотная твердая ткань. Ну вот, я говорю, вот тебе визитка, если тебе здесь не помогут, приедешь в Россию. Ну и вот, и мы ушли, и тут нам чай принесли, сидим с Наташей. Я тут возмущаюсь, а то там написали на 700 евро, на 800 евро. А чего болит-то? У вас энергия движется, вот там она не доходит, вот там она переходит. Ну вот, я говорю, знаете, вот за то, что вы меня приняли, вот я заплачу. Да, за приход. А вот это заберите себе, оно вам больше поможет. Ну и вот, они пригласили нас на обед, и вот много китайцев, а я говорю, а можно я и с собой ребят еще возьму? У нас пять человек пришло на это мероприятие. Ну и вот мы сели, и когда я начал рассказывать, чем я занимаюсь, они так поменялись в лице, и говорят, а вы знаете, у нас это только для высших эшелонов власти. А так, то есть все есть. А все остальное, иголки, банки там. Я говорю, о, это уже интересно. И мы начали говорить о содружестве, о сотрудничестве. Они должны были приехать к нам сюда, в Москву. Здесь в Москве проходила конференция международная по рефлексотерапии. Но как сложилось, они не подъехали. Ну вот, и эта встреча не состоялась. Ну и так все, мы остановились на этом уровне. Ну а вы знаете, что вот, насколько мне известно, как раз в Китае медицина для высшего звена, она устроена именно так, как я говорю, что там платят исключительно и только за здоровье. То есть, когда никто не болеет, тогда у врачей максимум зарплаты. Как только кто-то заболел, так зарплата... Ну и естественно, и профилактика. Да, да. То есть, это уже не медицина, это именно здоровье и сбережение и профилактическая работа. Медицинские препараты при этом не требуются, если эта работа выполняется добросовестно. Поэтому мне кажется, что действительно и восточные традиции, они во многом сегодня используются спекулятивно, как вот вы привели пример, для того, чтобы... А вот у нас там что-то. А по факту это не всегда дает результат. И вот хотелось бы подумать о создании такой ассоциации, которая была бы ориентирована исключительно на здоровье, сбережение. Во всех его аспектах. В аспектах тела, духа, души. Духовная кулинария, она должна быть гораздо более продуманной, чем вообще кулинария обычная. Я вам приведу простой пример. Вот я занимаюсь сейчас ежедневно, практически хожу в фитнес-центр, благо, он прямо напротив моего домика. Вот. И что бы вы думали? Я, допустим, разминаю стопу, там у меня проблемки. Когда я делаю это дома, я подсвечиваю вниманием, и я просто чувствую, как у меня мозг работает-то, мозг при этом, мышцы-то ладно, а я чувствую процессы, которые происходят в мозгу. Но в этом зале включается такая немыслимая музыка, вот безобразная, в том смысле, что она никаких ни образов музыкальных, никаких мелодий не несет, только вот это бум-бум-бум-бум-бум. Я в шоке. Я, значит, я чувствую сквозь этот шум, что когда я качаю пальцы ног, у меня мозг там шевелится, прямо я чувствую, но за этой музыкой не услышать. Я прихожу к руководству, говорю, слушайте, а почему такая музыка, вот, удивительно, на английском языке, какая-то крикливая, вы знаете, мы ничего не можем поменять, мы купили по лицензии это оборудование, и туда входит музыкальное сопровождение, мы только эту музыку, я говорю, хотя бы убавьте. Нет, у нас тембр тоже. И я понял, что такое фитнес-центры. То есть мышцы ты можешь качать, но не дай бог, если ты и мозги подправишь, потому что, насколько я понимаю, до 80% нашего мозга задействовано на управление мышцами, прежде всего, правильно? Потому что, вот, мышечная деятельность и мозговая, это фактически одно и то же, это если угодно такой вынесенный мозг. И вот прозваниваешь, когда эти цепочки и направляешь свое внимание, я совершенно другой эффект ощущаю, но тогда из этого зала выйдут не просто накаченные люди, а еще и умные, соображающие люди. Вот вы меня покритикуйте, может, что-то я не так воспринимаю? Просто подобные, вот сейчас серия этих кафе, где японская кухня, а там тоже мы пришли как-то, грохот стоит, ну, иностранный язык, а что, наших русских песен нет? Сейчас сколько песен русских, красивых? А ведь это тоже здоровье, да? И мы тоже обратились, они говорят, мы, у нас лицензия тоже, у нас, согласно договору, мы не имеем возможности что-то изменить, ну вот, и как же тогда, нам неинтересно приходить, мы к вам просто приходить не будем, ну, смотрите, ваши. Ну вот, когда я говорю о здоровье и сбережении, то мне кажется, что вот мы реально могли бы очень серьезно дополнить друг друга, потому что это все вопросы нашего здоровья, нашей генетики. Вот я вам приведу пример, в Чите я был как-то там, так сказать, у нас там форум проходил, я там доклад делал, и с утра выхожу из гостиницы, я как-то бывал в Нью-Йорке, в таких местах невзрачных тоже, и вот я вышел, и мне показалось, что я в Нью-Йорке оказался. Это Чита, это Забайкалье, я вот осмотрелся вокруг, я ни одной надписи не увидел на русском языке, там все на английском. Именю на английском. Да, и как бы, и это я привожу уже, может быть, далековато от той темы, которую мы обсуждаем, но именно в этом все, в свое время Черчилль четко сказал в своей речи в Фултоне, известная речь, которую он положил в начале Холодной войны, все разбираются, а что же там такое. Он сказал, главная мысль одна, нам нужно добиться, чтобы земной шар говорил на английском языке. Все остальные задачи мы решим. Так вот, отсюда вытекают корни, и мы должны понимать, что в природе все взаимоувязано, и тот язык, который мы пользуемся, и те надписи, которые мы читаем, и та музыка, которую мы слушаем, и все это здоровье, и все это судьба нашей страны. Поэтому мне кажется, что у нас действительно есть возможность серьезно дополнять знания вашей аудитории нашими знаниями, и знания моей аудитории через те вот открытия, которые вы делаете в этой науке. А еще разочек все-таки попрошу вот какие-то такие особо хитрые секреты, которыми вы поделитесь. Как себя вести? Как сохранить здоровье? Как разобраться в себе? Вот с чего начать? А вы знаете, вот даже такой интересный пример. Вы не обращали внимания на такую странную особенность обезьян? Если в зоопарк приходите, а там одна обезьяна к другой подходит, и уважение начинает в голове у нее в волосах шеветь, и сама блох ловит и ест сама, ест, ест, ест. То есть, и как ни странно, есть рецепты древние, когда при заболевании желтухой искали в шу, люди глотали. Или собака блохастая, она ищет блох, она их выплевывает, она их ест. Так вот, если взять часть препаратов, которые продаются, хитозаны, хитозаны, это тоже хитин, который получен из крабовых, но он восстанавливает функцию печени. Так вот, представьте, что смотрел детей в детском садике больше половины вшивых. А почему? Печень проблемная. Эта проблемная печень на голове выращивает в шеи. Как только приводим живот в порядок, вшито исчезает. Да. И я имею прецедент однажды такой, когда я знал девочку, у которой на голове такое количество вшей было, родители не могли справиться. До той поры, пока не прооперировали, операцию сделали, операция произвела мобилизацию. И к тому же времени я пришел туда, поддавил луковицы 12-перстней кишки, желчь отошла, все сбросилось, продавил печенку с желчным пузырем, и все, и пшивость исчезла куда-то. И причем там родители пытались даже дустом посыпать голову. А ведь причина-то совершенно в другом. Печень дала вот такую особенность. И вообще ничего в организме просто так не происходит. И вот эти схемы, которые в свое время я разработал в 90-х годах. если на ней появилось пятно или прыщик, это просто, не просто так, это обязательно показатель. Прыщик на носу значит с сердцем перебои. А в народе говорят, влюбился человек. И когда влюбился, сердце колосься. Вот такие вот поведенческие. Или ребенок плаксивый. А ведь когда селезенка отекает, то ребенок становится плаксивым. Это свойство селезенки. И дети побежали на физкультуре где-то по залу бегать. У одного правый бог заболел. А почему? Печень увеличенная, она тяжелая стала. А у другого с левой стороны там тоже селезенка тяжелая. А самое интересное, что если рассматривать людей или детей такого варианта, у них ребра начинает выпирать. Здесь и ребрышки торчат как ангелочков. То есть вот это очень удивительно. И в то же время, когда ты привел это в порядок, ребрышки-то легли. Понимаете? Когда вы начали о детях говорить, я хочу сказать, что мы тоже сегодня такую серьезную ведем работу по указу президента 809-му о сохранении традиционных культурных ценностей нашей страны. и вот мы вводим понятие необходимости девятиступенчатого образования длиною в жизнь. И говорим о том, что здоровье детей начинается за 2-3 года до зачатия. То есть родители должны понять, что такое зачатие, этот божественный акт. Дальше сама процедура зачатия. И дальше воспитание в утробе матери. Вот я для ваших зрителей скажу, что на своем примере, у меня недавно, 3 года назад внук появился. Так вот, когда он был в утробе мамы, я ему читал регулярно Руслана и Людмилу предисловие. Так когда он появился на свет Божий, когда я начинал это читать, это все для него это работало как какое-то успокаивающее средство. Он моментально замирал, смотрел вот так. И вот мне кажется, что мы недорабатываем с детьми, начиная именно еще с перинатального периода, вот тогда нужно заниматься воспитанием. Вы как-то в детство глубоко туда уходите? Нет, мы по неволе идем туда, потому что представьте, корни там находите. дело в том, что бывают пациенты с различной невропатией, там, стероидные синдромы какие-то или эпи-синдромы, а ведь часто бывает задача какая. представьте, желудочка мозга вырабатывает спинномозговую жидкость, и мозг плавает в этой жидкости. У нас не просто так мозги там. И эта жидкость постоянно обновляется. И вот обновление идет по передуральным пространствам, жидкость стекает в органы малого таза, и не в органы малого таза, а в венозное русло малого таза. Там всасывается, и вот такой круговорот идет. И что же, если в малом тазу с давлением идет, то давление приподнимается. вот тогда у ребенка энцепалопатия. Ребенок топает ногами, стучит, плюется, то есть он ведет себя неадекватно. Размяли живот, и ребенок успокоился. Знаете, вот эта ситуация, или размяли, или привели живот, нижнюю часть живота, и эписиндром тоже закончился. Есть такие отдельные случаи, когда вот это с одной стороны как чудо воспринимается, или ребенок ходит на цыпочках, это же как история нарушения центрального генеза, проблема якобы с головой. И опять печень отрабатывается, и ребенок тут же встает, со стола сняли, он на ногах ступнями пошел. И вот здесь таких рефлекторных связей их очень много. Настолько, что даже наверное за такой промежуток маленький я не смогу это объяснить. И поэтому я вот написал даже такую книгу современные методы диагностики в висцеральных практиках. Это 200 с лишним 250 страниц. И конечно первое я сначала написал было 20, потом 40, потом 80, и вот на 250 страниц набрал материал, а он все растет, растет, потому что опять этот взгляд со стороны живота на все окружающее пространство. чем дело. Конечно, я хотел бы вам подарить эту книжку, так, полистайте для интереса, может быть, что-то понравится здесь, что-то не понравится, потом обменяем впечатлениями. А вообще, конечно, я очень благодарен вам за то, что вы пришли к нам, ну, я думаю, что вас еще будут наши зрители просматривать, и, конечно, я бы готов написать столько много слов хороших для вас, про вас, но я немножко сокращенно пишу. Ну, и большое вам спасибо, и спасибо нашим зрителям, которые, ну, просмотрели эту программу. Ну, я обращаюсь уже к своей аудитории, хочу прежде всего поблагодарить от вашего имени Александра Тимофеевича, потому что его можно служить бесконечно, у нас до этого была уже двухчасовая беседа, но на сегодня, наверное, надо меру знать, поэтому спасибо вам за внимание, всего вам доброго, будьте здоровы, и научитесь управлять собой. Спасибо, друзья, и до встречи. До свидания.